В Беларуси объявили о начале акции «Выбираем студотряд». В прошлом году третий трудовой семестр прошел для 26 тысяч молодых людей. Вот если честно, им можно даже позавидовать, потому что и дело доброе сделали, и денег немножко заработали. А вот о том, каким будет студотрядовское движение в этом году, мы расспросим у комиссара республиканского штаба студенческих отрядов Юлии Довгер. Доброе утро. Юлия, комиссар – это очень серьезная, почетная такая должность. Итак, экологические, сельскохозяйственные, педагогические отряды, строительные – это все вот как из молодости моей мамы, что такие отряды были, и сейчас такие существуют. И расскажите об этом. Да, конечно. На данный момент тоже у нас существует семь направлений деятельности отрядов, те, которые у нас охватывают почти все сферы деятельности и возможных вакансий, которые мы предлагаем нашим студентам. Поэтому, да. Пойдите сразу вот о вакансиях и поговорим. Вот прям конкретно, какая профессия? Одна, вторая, третья, вот пять каких-нибудь, назовите. Ну, наиболее у нас пользуются успехом у ребят, это, конечно же, строительные отряды, педагогические и сельскохозяйственные отряды. Где ребята работают? Только в Беларуси или выезжают? Я помню, что в прошлом году выезжали в Россию, точно знаю, и, по-моему, в Молдову. В этом году уже традиционно мы выезжаем в Российскую Федерацию, наши ребята поедут работать. Также уже достигнуты договоренности с Молдовой, и мы расширяем свои горизонты по трудоустройству на страны СНГ. Скажите, вот, например, что касается, кто в студотрядах? Это профессионалы или любители? Или люди вообще не имеющие профессиональных навыков? Ты спрашиваешь, как сложно туда попасть? Нет, это что, если я буду строить дом, например, если мне нужно будет какую-то помощь? Вот уж на строить. Мне есть трудотряда или звонить по объявлению? Как понять? У нас ребята работают не только студенты вузов, но и школьники, различных лицеев, ребята. В принципе, с 14 лет, если исполнилось уже подростку, то вполне имелось попасть к нам. Какая работа? Какой конкретно работой они занимаются? То есть какая-то простая, не требующая профессиональных навыков. Ну, естественно, если это от 14 до 18 лет, это более упрощенный вариант работы. То есть им предлагают какие-то более производственные, сервисные отряды, что-нибудь подмести, благоустроить. А уже, естественно, для студентов высших учебных заведений это уже серьезно. Интересно узнать про название студотрядов. Я слышала, что в этом году им будут давать имена, связанные с героями Великой Отечественной. Да. Не только в этом году, но у нас уже эта акция идет на протяжении нескольких лет. Отрядам присваиваются имена героев Советского Союза. Естественно, это чаще бывают отряды уже с долгой историей. Понятно. Ну, а торжественное открытие когда состоится? Торжественное открытие у нас планируется 2-3 мая в городе Бресте в этом году. Не так, как традиционно было в городе Минске. Поэтому ждем всех в городе Бресте 2-3 мая. Спасибо, что пришли к нам сегодня. О трудовом семестре 2019 мы говорили с комиссаром республиканского штаба студенческих отрядов Юлией Довгер.